Ты никого не знаешь, ты никому нахрен не нужен Да И такой бам, у меня нет работы Блядь, это же унылая хуйня какая-то Ты жидко обосрался Стрельников мудила Начало фильма Гочемучек Все, вот простая Ну все, давай тогда, Даня Было быстренько, прикольненько И в принципе у меня есть последние деньги Я на последние деньги, как ты вот сейчас подкаст записываешь На последние деньги Так и я пошел в Ребятки, это подкаст Путь Сегодня у меня в гостях Данила Стрельников Какой-то из топ-100 На самом деле десятый Создатель, основатель И активный участник Диско-провокации Это группа такая Ну и просто стильный человек Балагур и бородач Вот и он Есть, так и есть Еще и Непоседа Еще ты не назвал Затейник Как тебе еще мать называют? Даник она меня называет Мне так больше всего нравится Можно просто Даник Дань, подкаст Путь Он о том Ну, об твоем пути Как ты из барнаульского парня Никому не нужного Заморыша Превратился В принципе В московского Заморыша Но классного Да, все просто Я вообще географ же по образованию И мне всегда география нравилась Я любил географию И поступил на геофаг Занимался тем, что с первого курса По пятый У меня была лучшая учеба в мире Это лучшая учеба в мире Действительно это так Потому что мы на первом курсе поехали В Астрахань В Нижний Новгород Прикинь, для чувака из Барнаула Алтайский край Это вообще, ну, очень далеко Это юг Сибири Это под Новосибирском Там очень, если кто-то не понимает Это рядом с Павлодаром, если что Вот у нас Павлодар в сердечке всегда Да, да, да Когда все бежали сейчас через границу Отдыхать в Казахстан Вот очень плотный был поток Как раз вот в Павлодар Из Алтайского края Вот, это вот там рядом Короче, я там Занялся себе географией И вот меня что-то как-то на первом курсе Подтянуло на КВН Потому что я всегда Боялся сцены Вот такой прикол Я подумал, что Сам я с этой бедой не справлюсь Это реально беда у меня была Потому что я учился В музыкальной школе Всегда заходил на сцену На экзаменах И заваливал их Я думаю, надо эту штуку перебороть Взрослый человек Что-то сделал Скоро с мамкой От мамки вообще Съеду, а сцены я боюсь Вот, я начал ходить На таких терапии Да, можно сказать КВН Ну, для меня это были терапии Люди всерьез этим увлекались Рубились в этот КВН Студенческий Ну и вот там как раз Через То, что мы командой выходим Когда у тебя там 3-4 слова Я как-то потихонечку Начал избавляться От этой боязни сцены И начал почаще На сцене появляться И потом мне сказали О, а ты не хочешь быть диджеем? Я такой Всю жизнь не мечтал об этом Диджеем? Ну, именно звукарем в КВН Который подбирает? Нет Диджеем на свадьбе На свадьбе Я не знаю Какие-то пути Короче, вот они такие Неисповедимые Ну, ты же типа Ну, в тусовке Ты же что-то там Кого-то Знаешь, вот так всегда Мне кажется Когда хотят сэкономить Говорят Слушай, ну ты же Что-то фотоаппарат Держал в прошлый раз В руках Может, ты и пофотографируешь Наше следующее мероприятие И так, мне кажется Многие в фотографию пришли Или там видеографию Такая же херня была Я пришел Так в КВН Посмотрел Блин А я могу лучше иногда Чем вот эти люди На сцене Что-то делают Делать Я могу так же Для начала А потом могу лучше Так же Это значит Я начал повторять Просто то, что они делали И таким образом Начал вести мероприятия Ну и продолжал Параллельно играть в КВН У меня вообще История параллельных проектов Всегда идет рядом Неразделима Она идет Я херачил в КВН Играл неплохо К третьему курсу Мы доигрались До премьер-лиги КВН Это первый канал Все-таки Были ли эфиры В итоге на телевидении Да Эфиры были И было у нас три эфира Мы играли В Sega Mega Drive 16 бит Мы играли С Вятка До Темная Армия Мы играли С многими командами Которые вот В итоге Неплохо себя показали С Союзом мы играли С тем же Который сейчас Студия Союз Очень большой Довольно-таки проект Многогранный И на Ютьюбе И на ТНТ Он есть Вот Короче Смысл в том Что мы неплохо Сыграли в КВН У меня неплохо Получилось Вести свадьбы Как мне показалось Я почувствовал Как будто Какой-то потолочек Там Потому что Я не могу Уже выше сказать Цену В Барнауле А сколько у тебя В Барнауле был ценник? С диджеем Ну конечно Сейчас это странно Прозвучит Потому что цены Вообще были другие Это было сколько 10-12 лет назад Ну 13 даже лет назад Типа пятнашка Двадцатка Типа 15 тысяч Двадцать тысяч Это хорошие деньги В данный момент Это реально Большие бабки Это топ был Типа барнаульский В тот момент Типа топ Прикинь Я такой Да А что ты В Москве Когда я ездил Вести Свадьбу А я уже на тот момент Потому что летал в Москву Мне кто-то подкидывал Здесь заказики Саша Балыков Привет ему Большой Вот наш земляк Он певец Очень такой Академического жанра Он подкидывал заказы Он сейчас не ведет уже И я как-то отвел корпоратив И когда там тебе на кошелек падает Не 20 тысяч рублей А полтинник или 70 Ты такой Ё-моё А вот такие деньги бывают Вообще за эту работу Я подумал Что это слишком легко Чтобы этим не заниматься И наверное По пути на меньше сопротивления Я не стал преподавателем географии Не стал делать свое туристическое агентство А именно пошел вести Слукавил Предал себя как географ И начал вести мероприятия А как получалось у тебя Кстати ты сказал про то Что всегда ты вел Два параллельных проекта У тебя вообще по жизни так То есть изначально это был КВН И диджеинг Потом это стал Получается Ведущинство И КВН Да Слушай Как-то Мне было мало Одной компании Да Я хотел всегда Наверное Шире смотреть на все И мне наверное Вот это как раз давало стимул Расширять компании Свои Я вообще такой Друг такой Знаешь Для всех Мне нет Врагов Типа Как таких Которые прямо Типа Стрельников Мудила Хотя может кто-то есть в Москве Какие-то есть Кому-то я не нравлюсь А вот твой переезд в Москву Сколько лет назад это было? Да Это было Вот как раз 10 лет назад 10 лет назад Ты перебираешься в Москву Ты никого не знаешь Ты никому нахрен не нужен Твои действия Я сажусь на жопу И такой Бам У меня нет работы Потому что вроде Какая-то была легкая работа Но она раз в год была Типа прилетала Когда мы Подбиралась она Под то Как мы прилетали Играть в КВН А потом ее резко не стало И я такой А что я переехал-то сюда И я примерно Где-то полгода Даже больше чем полгода Сидел вообще без работы Сидел без работы И понимаю Что надо что-то делать Я ходил Причем по агентствам Это все что мы любим писать Агентствам Ходить по агентствам Но это ни хера не помогает Потому что никто для них И пока ты в их инфополе Не появишься И не покажешь себя Какой-то интересной личностью Птичьей личностью Или не покажешь себя Каким-то Профессионалом В чем-то хоть-либо Тебе вообще никто не позвонит Не перезвонит Твою промо даже не посмотрит Потому что к нему прилетает Там 500 заявок таких в день Ну грубо говоря Короче Слишком у них большой поток Этих заявок Возьмите меня поработать Короче Я Начал активные действия предпринимать Потому что надо Шевеления всегда Какие-то предпринимать Я Взял старый добрый номер Мы делали С командой КВН С моей На свадьбу Прям сценарий В стиле розыгрыш Короче На первых Секундах Мы Выпускали Тамаду Которая там Начинала очень стрёмно вести Типа вот сейчас То что сейчас Многие просят Почему-то пары Типа каравай и так далее У нас тогда считалось За шкваром Типа лет 10 назад Вот У нас там тамада Падающий торт Дембель появляется Которая говорит Не дождалась Наташа Да Наташка Ну ты меня подвела Конечно И это прям был прописан Большой сценарий Стиль розыгрыш Свадьба Мы сделали Таких нескольких проектов В Барнауле Я такой А мне нравится этот образ И в принципе У меня есть последние деньги Я на последние деньги Как ты вот сейчас подкаст записываешь На последние деньги Так и я Пошел в Военторг Да Ну магазин Где продают военную форму Купил какую-то базовую Одежду Купил какие-то шлейки Леера Там какие-то звездочки Еще что-то И отшил сам себе Ручками своими Дембельскую форму Сам нашил То есть Херню короче Хероборую То есть Наклеил Короче Набил Набил берет Прям дембеля-дембеля В нем и ходишь Я в нем и хожу До сих пор В этом берете Нормально Вот 10 лет берета уже Делаю его Ну а дальше Что с ним делать Начинаю везде выкладывать Такие сайты Как там Авито Акомодаси Это нам помощники Но там тоже Очень много всего Разного И все однообразные Но вот чтоб костюм Прям такого нету И прям в этот же вечер Ты не поверишь Я утром выкладываю В этот же вечер Мне пишут У вас есть костюм бембеля С Авито прилетает заявочка Я такой Да Сколько будет стоить Типа Аренда Я такой пишу Три с половиной тысячи рублей Они такие Они такие Нормально Мы берем у вас Типа костюм Ой извините А у вас случайно Не прилагается ли к нему Аниматор Я такой Вау Это что такое Я был для этого рожден Это что такое вообще В этот же вечер Я говорю Да конечно А когда заказ Завтра Типа Стартуем с этого Вокзала С Курского Едем на поезде Вокруг Типа Москвы По вот МЦК сейчас Которая И она тогда Еще не функционировала 10 лет назад Нужно давать себе отчет И там ходил Короче поршневой Старый паровоз Ретро паровоз Такой Еще советский До советский По-моему Три вагона Вагон ресторан И два вагона С аниматорами А в одном из вагонов Еду я В основном В ресторане ведет Рома Клячкин Программу Вот Элита Да Есть организаторы Все смотрим Короче Все идет Все катается Все ебется Все катается Вокруг этого Города Я там очень нравлюсь Заказчику Соответственно Это видит Организатор Рома Клячкин Тут как тут Говорит О ты же Даня Из Алтайского края КВН Здорово Естественно Вот эта вся КВНовская Перепалка Начинается Кто кого знает Ну и он Конечно же Меня узнает Потому что я Как бы был уже В КВН На тот момент Кто-то А тут приехал Я никто Для ивента Да И смотрит Организатор Что и Рома Клячкин Меня знает И что Я этим понравился Заказчикам И я На следующее мероприятие Еду с Ромой Клячкиным И в этом же образе Настолько нравится Этот образ Что они начинают Его таскать со мной Типа Я съездил Так с Клячкиным На три или на четыре Мероприятия разных Он меня там подключал На вот эти ебанутые призы Когда он дарит Когда там типа Вот вам ведро Синее Чтобы вы там На крышу автомобиля Ставили и проезжали По пробкам Типа говно всякое дарит Я вот это дарил Как раз Подавал Ну ебанутый образ Дарит ебанутые подарки Рома Клячкин Просто стоит Сторон смеется Как та женщина Из поля чудес Которая красивая Уходит переворачивать буквы По сути да По сути да Просто прикольный образ Аниматора Которого не было Аниматора для взрослых Такой был И вот эти три Раза я отработал Когда появился В инфополе И пошло Поехало С тех пор Я не жалуюсь на работу Все Вот простая Ну все Давай тогда Было быстренько Прикольненько И дальше Продолжается Твой творческий путь Как он перерос В итоге В диско провокацию В комедий батл И как ты С этим творчеством Не забил На видение И почему Все Понятно становится Игра мне становится Понятна Короче Москва Женщина Которая любит Внимание Которая любит Оригинальных людей Которая любит Чтобы тебя Было видно Слышно И ты мог Какую-то дать Полезную там Информацию Полезную какую-то Дать Пользу какую-то Дать этому городу Это сейчас абстракт Но я на примерах Начну объяснять Я это понимаю С тех пор Когда у меня появляется Вот эта вот история С костюмом Что я что-то С оригинальной Что надо Здесь суету наводить Я понимаю Что у нас с КВН Все Мы расстаемся с ним Типа я год здесь нахожусь Мы как раз год доигрываем Все И мы распрощаемся с командой До свидания Все пока Дима параллельно Это солист группы Дископровокация Основной там Автор песен Начинает писать Песни на Алтае Но песни По сути Это как вот я Который сидел на жопе Там полгода И не знал что делать Так же И они никому не нужны Он пишет их Пишет в стол Я к тому моменту Переезжаю в такую Бизнес-общагу Мы начинаем там сидеть С пацанами Я говорю О смотрите У меня тут друг Короче песни на Алтае пишет Я им показываю А мы там жили Там типа человек 15 В одном доме Типа такие сейчас Коворкинги Довольно-таки популярная тема Но мы первые сделали Такое Квентина называлась Привет пацанам Если они посмотрят Мы жили на аэропорту Хороший район В Москве В центре Но жили в 15 Единственный минус И там были И там были типы Там сейчас один из них Миллионер 30 до 30 Он Карпрайс Это Гуринович Карпрайс Кармани У него очень много Проектов таких Крутых Которые взлетели На крипте Какие-то проекты Потом есть человек Который сейчас живет в США Он Занимался в ВК Какой-то штук И потом Сделал свой проект Знаешь В ТикТоке Когда не просто вещи Люди надевают на себя А их еще можно нажать И увидеть цену Бренд И перейти Вот такую штуку Он разработал для Казахстана Запилил Эту историю в Казахстане Сейчас полетел В Америку Продали они это Сбербанку Короче Крутые ребята С крутыми проектами Амбициозные И вот в этой И ты им показываешь песни друга Я им показываю с утра Да Когда мы сидим Едим грейпфрут Отжимаемся по утрам Там красиво Начинаем утро Я им показываю песню друга Они такие Ёпта Это прикольно Но Дань Ты же понимаешь Что это останется Просто прикольным Пока ты из этого не возьмешься Я понимаю свою задачу Короче Я раз навсегда понимаю Что я Иногда должен быть цифрой 2 Не всегда я должен быть цифрой 1 И когда я понимаю это Я осознаю Что я полностью готов Отдаться этому проекту И вложиться в него Силами Как продюсер Я начинаю двигать эту группу Иду на кастинг Comedy Battle Мы попадаем в Comedy Battle Я один иду на кастинг И прохожу кастинг Везу их Двоих еще из Барнаула Подтягиваю Мы проходим Этот кастинг уже втроем Доходим там до полуфинала Comedy Battle И получается еще аудитория у нас Мы начинаем с концертами ездить И так мы уже 8 лет Есть вопрос Сразу же это были песни С доброй ебанцой Или это как-то Трансформировалось со временем Мы не наигрались в КВН Мы играли довольно-таки Ебанутый КВН Веселый Не всегда это проходило редактуру Посмотрите сборную Алтайского края В ютубе Если не знаете Про творчество Мы всегда пытались играть Немножко КВН с ебанцой Мы сами с ебанцой Как бы ребята И поэтому Музыка тоже такая получилась Это было по сути продолжение Для нас Не наигравшейся части В КВН Начала она наигрываться Таким образом Через дископровокацию То есть Это Ну Как-то не совсем музыка Задумывалась изначально Это был просто такой Прикол Прикольный проект Музыка Под которую нас сделали Да Такой наивный шовинизм Ну то есть Мы даже как бы музыкой Изначально называли Потом мы начали С музыкой знакомиться Начали там понимать Что-то там В синтезаторах Каких-то там Вообще В музыкальной грамоте Дима там Начал разбираться И так далее Я начал немножко В продюсировании Разбираться Интересно Пиздец Тоже заебно И денег не приносит В основном Вот только вкладываешься Хорошо У меня к тому моменту Уже То есть Одно другое пенало У меня хорошо Начало получаться В ивенте У меня появились деньги Я начал вкладывать туда И то есть Вот так вот Типа не держать В одной корзине Яйца все Начало фильма Гачимучи Какое-то Оу май Гачимучи Порно Просто сейчас начнется У нас здесь Фак Лайк репост Ас Что было потом Ну то есть Вот вы начали У вас стали появляться Какие-то концерты Какое-то признание людей Был ли какой-то хейп Потому что у вас Не самая однозначная музыка Ее не все понимают Вы не поете Про солнце Монако Да Когда ты работаешь На таком Поприще Так его назовем Всегда имеется Там две стороны Кто-то прям пищит Кому-то Очень нравится Они такие Вааа как круто Давай-давай Посмотри другу Показывай А друг который в музыке Хоть чуть-чуть волочет Он такой Не знаю Не готов я за них там взяться Это я сейчас говорю Про топовых продюсеров Сейчас нашей страны Которые видели нас Нас видели многие Продюсеры Из нас никто не брался И Мы По итогу восьми лет Понимаем что это наш путь Просто такой Эндеграундный Музыки Со своим слушателем С людьми Которые нас любят Которые Под нас делают Свадебные танцы Прикинь Люди делают под нас Какие-то флешмобы Огромные Там тысячные Просто На каких-нибудь Слетах Студенческого актива Или Детских лагерях Смотришь такой Блин Все-таки Кому-то эта музыка заходит Да Мы не зря этим занимаемся То есть У нас очень странная Целевая аудитория И она Очень разная По возрасту Очень разная По платежеспособности Но мы не жалуемся В Москве Последний раз Спасибо всем Кто был Около там Трехсот человек Мы собрали В Питере В Питере у нас Порядка ста человек было Ну Москва и Питер Конечно Всегда разница большая Это вот при том Что сейчас Вот это вот Время Когда люди боятся Вообще куда-то ходить В принципе они боятся Из дома выйти Чтобы им там Не всучили Билетик На балет На балет Да Сейчас на балет Приглашают Если кто-то не в курсе Вот И короче Мы собираем Нам нравится Мы кайфуем Одно другое пинает Я понял что Возвращаюсь к теме Я понял что Нужно давать Что-то постоянно Надо постоянно Суету наводить Да Вот поэтому Многие Москву не любят Типа там суеты много Суеты много Потому что Ты сам не в этой суете Как ты только понимаешь Что надо эту суету Наводить И как И как эту суету Наводить Какими-то оригинальными Путями Все спускаются В метро Едут на работу Я Из метро Еду домой спать Понимаешь Всегда я иду Против течения Всегда у меня это Приносит плоды Есть еще такой вопрос Ты обосновался В Москве У тебя Появляется Группа Ты перевозишь Пацанов из Барнаула Как в твоей жизни Появляется Техника безопасности И квиз-хуиз Ну ты прям Видишь Я тебе какими пластами Рассказываю Это было 12 лет назад КВН Сейчас 8 лет назад Была группа И дальше Уже Пятый год Получается Мы делаем Квиз-хуиз Пятый год Да Остается же Вторая часть команды КВН Остается вторая часть КВН Которая тоже Не сложа ручки Сидела там В Барнауле Они что-то прикалывались Веселились Жили Кайфовали Что-то там Вот К тому моменту Уже диско-провокация Там поменялась И написала уже 4-3 альбома Вот Музыкальных И разъехались Мы в итоге Из Москвы Один сейчас на Алтае Дом строят Это Дима Наш солист Маша сейчас В Питере живет Там у него семья И дочь Приезжают ко мне Ребята и говорят Дань Мы тут придумали Прикольную Нам кажется Штуку Называется она Квиз-хуиз Я такой Ну я квизы знаю Они меня уже подзаебали Типа два года назад Уже Да нас тоже заебали Уже квизы Поэтому мы придумали Квиз-хуиз Просто послушай Что это такое Просто поверь Я говорю Ну давайте Я привожу Всю команду сюда Мы договариваемся С техникой безопасности С Мишей Либерти Короче Тоже интересная штука Студенческий друг Артем Жданов Он живет в Китае Он там встречается С Мишей Либерти Это крутой художник У него одно из самых Сейчас известных Наверное Вещей Это надувной Такой зеленый слоник Он был на Бернин Мэне Сейчас у него Очень много NFT продуктов И сейчас Одна из самых Качающих штук Это кирпичи Он берет кирпич И делает из него Арт-объект Миша Либерти Привет Он сейчас В Таиланде Живет Так вот Он знакомит меня С Мишей Либерти Мы просто гуляем Здесь по моросейке Общаемся с этим Либерти Он знакомился с ним В Китае Мой друг Сводит меня с ним Миша Либерти По каким-то стечениям Стоятельств Становится Арт-директором Заведения Stereo People Техника безопасности К тому моменту Открывается Она только полгода Существует на тот момент И Я тогда тоже Не всегда попадал В Stereo People Просто многие такие Нас не пустили В Stereo People До сих пор обижаются За эту штуку Я тоже не попадал В Stereo People Пока просто Не стал приносить пользу И этому проекту тоже Я говорю У меня есть вот такой проект На квизах все пьют чай А на нашем квизе Будут бухать Они поверили в меня Там иначе нельзя Да Они поверили в меня Они поверили в квиз Who is Дали нам Carte Blanche На первый месяц Даже помогали деньгами На первые там Четыре месяца Они вкидывали В рекламу Кормили Поили Давали нам Призовые деньги Чтоб мы дарили их Как собирали аудиторию Сложно Первые месяцы было Потом легче Потому что продукт Сам себя начал продавать Первые месяцы Они помогали нам Собирать по своим пабликам Потому что Stereo People Это все-таки комьюнити Это не просто так Мы залетели В какой-то бар Хуйбей какой Вот на улице Там стоит На Тульской А это с комьюнити С готовой аудитории Комьюнити Подтянули своих Барнаульских Подтянули там Сибирских ребят Рассказали Что это прикольно КВНчик Все по сусекам Собрали Первые три игры Было сложно Мы еще экспериментировали С форматом Делать это раз в неделю Или это делать Раз в месяц Вот Выбрали формат Все-таки делать Два раза в месяц Повтор И премьерная игра У нас сейчас так Формат до сих пор И продолжается Все И с тех пор Мы делаем квиз Собираем свою аудиторию Уже и мы теперь Чуть-чуть платим им За то, что мы у них проводим На их площадке Немножко поменялись уже Это приоритеты Но тем не менее Мы их ценим Они нас любят Всегда, когда ко мне приходят корпоративы Я стараюсь к ним вести Ну такого характера Всегда, когда у них есть корпоративы Они ведут ко мне То есть мы друг друга обогащаем Быть в той самой суете Быть в той самой суете Которую все боятся в Москве А быть в ней просто необходимо Она тебя выплюнет Потому что если у тебя нет своей суеты Если ты приехал сюда телефонами торговать То тебя выплюнет через месяц отсюда А если у тебя есть какая-то суета внутренняя И ты не знал, куда ее применить в своем городе Вот как раз Москва Идеальный город для того, чтобы суету применить И Москва это лучший город земли И об этом многие говорят Но многие корчат, морщат Ебало, когда это произносят Но это правда Когда ты в эту суету попадаешь Ты, ну, каких только тусовок Тут не было за эти 10 лет, понимаешь? У тебя ведь путь складывался так Это изначально КВН Все, а дальше Ну, твоя работоспособность Все-таки Которая была на большом уровне И плюс Ну, процентов 50 Это фарт Что нужные люди Нужным людям В какое-то Нужное время Говорили о тебе То есть, если бы Эти обстоятельства Не сложились настолько удачно То, скорее всего Не было бы сейчас того Дани Стрельникова Который есть на данный момент Все так За исключением там Некоторых моментов Про работоспособность Ты, конечно, преувеличил очень сильно Потому что Работоспособность у меня Такая же, как у всех Я думаю Хуевая у меня работоспособность Я ленивая жопа Два проекта параллельно И делать это постоянно Да Здесь Есть такие ножки-табуретки Команды КВН Вятка Темная Армия Когда-то шутила Три ножки-табуретки На которых стоит Наше величие Это Удача Конечно же В первую очередь Я лаки-мен по жизни Я люблю это Говорить И так и есть Мне везет очень часто Это талант Конечно же Потому что без таланта Нахуй никому не нужен Талант В том числе Не просто там Писать песни Я имею в виду И там Быть каким-то пиздатым Смешным юмористом А талант Даже продюсирование Это тоже должен быть талант Вот Талант Удача Трудолюбие Конечно же Ну и связи Без этого никуда Четыре вот Четыре Штучки Без которых Наверное Ничего не получится Ну вот Связи и удачу Можно объединить Наверное в одно Потому что Они постоянно рядом идут Без удачи Не было бы связи Без связи Не было бы удачи И так далее Вот так Потому что Я ленивый пиздец Возвращаюсь к тому Что ты говоришь Трудолюбие Я ленивый пиздец Я только видел нишу какую-то Я старался максимально Облегчить себе жизнь И встать в эту нишу Понимаешь Вот так вот это выглядит Больше Чем я такой Блядь нахуй Нет Я рублюсь Вот за эту штуку И Там Затру музыку Я в джазмен И буду петь джаз Хотя он нахуй Никому не нужен Сейчас в наше время Да типа Нет Не так было Я видел Что я могу Строиться вот сюда Подстроиться А потом уже понимал Как там можно Это монетизировать Наверное Мой главный талант В том что я Все проекты За которые я не брался Это проекты были близкие мне Это были дружеские проекты Это проекты Которые мы делали С друзьями Потому что Что группа дископровокация Что группа Которая делает квиз-хуиз Это все мои бывшие Однокомандники По КВН Да Все проекты Удачные Ну так более-менее Это все Таланты моих друзей Которые я просто Смог А они не смогли А я смог Монетизировать И масштабировать Смотри Это все проекты Которые получились А были ли те проекты Где ты жидко Обосрался Да хера Очень много Но я про них Стараюсь не вспоминать Но Их очень много Я пытался С другом запустить Здесь В котором жили Как раз мы В Квентине В этой общаге Про которую я уже говорил Мы пытались сделать Чай Баббл чай Я съездил в Китай Мне очень понравился чай С пузырьками С этим лопающимся во рту Я такой смотрю В Москве такого нету Еще тогда не было Да Молочные чаи Всякие Я решил эту штуку сделать Мы начали это все мутить Начали связаться С вьетнамцем Он вдруг вышел Из этого проекта Короче мы жиденько Обосрались Я очень неплохо Влупил денег Чтобы в нескольких фестивалях Поучаствовать С этим продуктом Продукт был вкусный Мы были немножечко Не уперты Не И ленивые Вот так вот Лень Здесь подвела Это раз Таких проектов Может быть Ну я не знаю Начну вспоминать Их просто штук Штук наверное Пятнадцать Десять Это что связано С более-менее Традиционным бизнесом А было ли такое Что-то у тебя в творчестве Где ты там пытался Или вообще там Не в ивенте Пробовал что-то Себя как-то в творчестве И вот не получалось Или сразу Ты настолько талантлив И пиздат Что раз И идешь Ну вот с курсами У меня такая же Я пытался же Курс свой написать И тоже Я начал Команду собрал Продюсер у нас был Это было два года назад И Время потратил Даже какой-то прогрев Там пытался делать То что все Сейчас делают Не так это было чудо Не для меня И вообще Это лень мне так было Делать Каждый день Снимать эти сторис Поэтому всегда Респектую людям Которые сделали Свой курс И еще продолжают Их продавать Это типа там Сократилин Там Резниченко И Денис Там Решетов Люди которые постоянно В этом В инфобизнесе Потому что я понимаю Сколько это труда И сколько Должно быть У тебя вообще Я не знаю Насколько ты себя должен Перешагивать Каждый раз Что ты мог бы у него делать А ты был у кого-нибудь На курсе вообще У Резниченко Я был куратором На курсе На втором ее потоке У Решетова Я был Трижды По-моему Гостями Гостем был Вот кстати Сейчас идет Прокачка Я наверное Залечу Тоже поздороваюсь Дениса Я вообще отношусь Очень с большим Как бы уважением Его Очень многие Не любят До сих пор Но Не любят они Прошлого Дениса Денис очень сильно Изменился Не знаю Я так считаю Хотя иногда Конечно у него Проскальзывает Какая-то такая штука Из старого Что-то Человек все равно Не меняется Окончательно Но тем не менее Я его уважаю Люблю И мне нравится Какой Денис Сейчас Мудрый Крутой дядька На самом деле Который он Нужно иногда И можно послушать Вот Сократильную Я много раз просился Но он Пидор Меня бесплатно Не берет Поэтому я ни разу Сократильную Не был на курсе Вот Кого я был А я был Я должен вспомнить Салова Я был у Салова Причем Очень интересно Помогло Да Куча книжек Которые надо прочитать Которые нахуй до сих пор Ни одной не взял Вот Что еще Прикольно Мне нравится Учиться Я порой не знаю На что пойти Разрывает Очень много Сейчас Всего У тебя есть свой Определенный стилек Не только в жизни Но и в одежде Это очень ярко выражено Это очень круто Расскажи про это Где одеваешься Может быть Это какие-то винтажные магазины На которые ты подписываешься в инсте Во-во-во Мы за кадром сейчас говорили Про то Что Я сейчас отписываюсь От всего нахуй Потому что у меня Две тысячи с половиной Подписчик Подпис На кого я подписан Короче Подписчиков у меня больше У меня типа там девять тысяч На меня подписаны Не знаю Ну не хвастайся На хуя вы на меня подписаны Отпишитесь пожалуйста Вы все равно не смотрите сторис Полторашка максимум У меня выбивается Там типа За сторис Но это мало Что по шмоткам Что по шмоту Что по шмоту Не знаю откуда это пошло Наверное это пошло еще Тоже да Со времен студенческих Когда денег было мало А хотелось одеваться хорошо Там большое влияние На меня оказал В том числе Мой товарищ Никита Петухов Он до сих пор сейчас Является моим другом Да И чувак всегда был В моде Всегда знал Где качать классную музыку Человек который познакомил меня Там с невероятными Там проектами Типа там И по одежде И научил читать Журнал Молоток Блядь Помнишь такой журнал был Я помню Кул Не Кул Это не то Молоток Блядь Молоток Там Лукатми И так далее Вот эти все сайты Для хипстеров Ты брал Я был барнаульским Я был барнаульским хипстером Прикинь в свое время Когда еще слово хипстер В принципе не существовало Матершина Пока оно не стало матершиной Пока полностью не исчезло Вот Я Прислушивался к нему Мне нравилось Как он одевается Ярко Красиво В барнауле можно было За это получить пизды Когда я попал в Москву Я дал Разгуляй В Москве тебе Дадут пизды С вероятностью Меньше Там В сто раз И Здесь я хожу По магазинам По винтажным Я хожу По магазинам Интересным Крутым Брендовым Жена Еще повлияла Кстати Она Мне научила Покупать дорогие вещи Вот То есть раньше Ты покупал дешевые Дешевые Прикольные Винтажные Не бери куртку За косарь Правильно Она говорит так Нахуй идти в этот масс-маркет Крубо говоря Там Зара Бешка Если можно пойти В условный Там Я не знаю Скажу Какой-нибудь бренд Блядь Ну давайте Типа возьмем Наши будем Бренды Потому что Этих Уже нет Брендов Бэднортон Где там Штаны Или куртка Может стоить Десятку Пятнашку Но эту вещь Которую ты будешь носить Кайфовать От нее будешь Или там Пойти Взять Какой-то шмот Свыше десятки Мне всегда Щемило Душу Когда я Пиджак покупал Дороже пятерки Она говорит Ну ты возьми костюм Себе за тридцатку За сорокет Возьми костюм И ходи в нем Она научила меня Брать дорогие Хорошие вещи В студенчестве Я научился Брать прикольные вещи Дешевые Ну и как-то Это вот так вот Работает наверное Иногда я Чувствую провальчики По стилю Но стараюсь Всегда постоянно Подтягивать себя Но ты никогда Не прибегал К услугам стилистов Это тоже не про тебя Нет К услугам стилистов Я не прибегал И я недавно Эту тему поднял На семейном совете И жена говорит Да ну блядь Нахуй тебе Это надо Я себе сама стилист Выгни сначала То что у тебя есть Кстати буду Делать проект Скорее всего Это зимой Немножечко сейчас Потихонечку Это все уляжется Кипиш новогодний Не новогодний Любой кипиш уляжется Который вокруг Варится Я хочу сделать проект Называться вам будет Барахолка Где ты Я И все наши коллеги Смогут привезти вещи Туда Оставить их На продажу Такой же коллега Приходит Берет что-то Молодой Например у тебя Или что-то понравилось Например Пиджак Снегирева С конкурсами Он приезжает Пиджак Снегирев А он вот такой же По стилю И две презентации Прикольно Мне кажется Когда вещь с историей Это еще интереснее Кепка Стрельникова С которой он ходил На подкаст к Вове Помните Вот В этой самой Кепке И Вот я хочу Такую сделать Барахолку Но смысл в том Что в конце Этой барахолки То есть она идет Два-три дня Услуна Или один день В 12 ночи Как в сказке Про Золушку Подъезжает большой грузовик Вся тема Которая Весь став Который не продался На этой выставке Он сваливается В одну кучу И развозится По фондам Или на переработку Ведется Вот такой проект Я буду делать И потому что Я понимаю Что очень много вещей Очень много Мы потребляем Много У нас Висит на нас Этих вещей Я Если захочу Уехать куда-то В Таиланд Мне придется Куда-то Керню Куда-то перевозить На склад Или куда-то К маме Посылать А были мысли Покинуть Россию Смотри Вопрос хороший И довольно-таки Односложно На него тяжело Ответить Короче Нет То есть Будь я Например Человеком Который Вот один Без семьи Здесь тусуюсь В Москве В России Я не уеду Никогда Но когда Есть у тебя Дочь А у меня есть дочь Есть жена И немножечко Волнительно Становится За место Где ты пребываешь За вообще За будущее Какое-то Ты начинаешь думать Когда-то Кого-то Что-то Надо перевозить Или что-то делать Но вот Я пока Остаюсь На своих принципах Я Не хочу Никуда уезжать Я просто Понимаю Что кому-то Надо будет И надо Уже сейчас Здесь Поднимать Настроение И Есть хороший пример Один из владельцев Стереопипл Тимур Мне рассказал Про войну 41-45 Года Что Бары Не закрывались В Москве Они продолжали Работать Не открыто Конечно же Без флайеров На улице Приходить Выпить Но Развлечения Всегда будут Нужны И Я работаю В сфере Развлечений Пока все Проекты Которые Я запускал И я В котором В основном Зарабатываю Свои деньги Это все Сфера развлечений Связана Всегда Даже во время Войны Нужно людям Отдыхать Развлекаться Поднимать Свой дух Потому что Постоянно Быть В негативе Постоянно Быть В этом Сплине В каком-то Ругать Кого-то Хейтить Сидеть В интернете Людям Нужно Из этого Говна Выбираться И Возможно Как раз На блогерах И на нас И на артистах Которые Сейчас молчат Очень многие Молчат Большая миссия Лежит Которую мы Еще не осознаем С которой нам Придется еще работать Нам придется работать Не условно С людьми Которые У которых Покалечены Тела А покалечены Души Это намного Сложнее Штуковина И вылечить Душу Покалеченную Ситуации Сложившейся Намного Сложнее Чем вылечить Его Физически Физически Лечат врачи Есть профессионалы А наша задача Лечить души Вот Короче Когда ты Понимаешь И что ты Нахуй не нужен С этой философией Нигде в другой точке Мира А нужен здесь Сейчас Ты просто не можешь Уехать из этой страны Вот так вот Я тебе отвечу Долго отвечал Но честно постарался Постарался еще Забрать хлеб у психологов Не знаю Там по душам Они в основном Да я тебя на самом деле Прекрасно понимаю У меня до всех Событий Значит была такая мысль Что я прям мечтаю Уехать куда-то На зимовку Причем Не с декабря По февраль А вот с октября Когда только Становится прохладно По июнь Но Потом я понимаю Что Мне хочется работать А у меня такая деятельность Очень похожа на твою И соответственно Да Я понимаю Что я не могу Быть без работы Вот А ты кстати Никогда не думал Сменить деятельность Я вот кстати Тебе хотел рассказать Ты вспомнил Что хотел уехать На зимовку Я четко себе В начале 22 года Сказал Что надо ехать Куда-то И жене говорю Надо ехать в Америку У меня сейчас есть Проект Который Очень хотят в Америке Это квиз-хуиз Я говорю Я могу его сейчас Там реально Там пять городов Мне писали Русскоязычная диаспора Которые хотят Квиз-хуиз И мне писали Ребята из Украины Мне писали Ребята из Беларуси Все говорят по-русски Пока что Все хотят Чтобы мы привезли туда Квиз-хуиз Я говорю Надо ехать Она говорит Не-не-не Америка страшно Боюсь Сейчас она говорит Готова хоть куда уехать Я говорю Нет подожди Наоборот Сейчас надо здесь быть И туда Пытаться этот продукт Как бы Распространить Потому что сейчас Очень много заявок Ко мне прилетело Из Анталии Из Грузии Из Бали Из Таиланда Крутые Ребята Которые мне нравятся Как работают Спрашивают у меня Про квиз-хуиз Я им даю сейчас Такие условия Бесплатно Тестовую игру Одну Они ее пробуют Деньги заработанные На косты тратят Ну то что На что потратили На фотографов На каких-то Администраторов Зала На реквизит Все остальное Нам пересылают Нравится вам это Продукт Берите франшизу Я сейчас вообще Вижу что Для квиза Хуиза Будет Большой скачок По русскоязычной Диаспоре Которая сейчас По миру Разлетелась Да Потому что Делать там Нехуй вообще Я смотрю Чем они там Занимаются В Турции Они там Бухают просто И в носу Ковыряют Целыми неделями Просто вот люди Которые уехали Еще там В феврале Нихуя Они там не делают Играют для друг друга Сеты диджейские Ну ладно Круто Прикольно Кто-то айтишником Там пристроился Дислоцировался Переаллоцировался Так переаллоцировался Вот Ну Максимально Семей А по сути Разлечений Для них нет И вообще Ивент Такого уровня Как в России И вообще Он нигде не развит Нигде так не развит Всегда говорили Вот хотим Европейскую Американскую свадьбу Посмотрите А там Это же унылая Хуйня какая-то И они еще И репетируют Типа Че блять Они еще и репетируют Ты представляешь Они в два дня играют Сначала у них репетиция полная идет А второй день Они делают то же самое Только уже Официально для камеры Для родителей То есть Очень странно Везде ивент сфера Я не говорю сейчас Про фестивали Я не говорю сейчас Про какие-то там Бернинмены И вот это они умеют делать С этим нельзя спорить Какие-то рекламные Крупные компании Когда запускаются Там новый фильм Или Это мы все видим Но вот Что касается ивента С точки зрения Вот Среднего и Низшего класса Потому что у нас есть Хоть какой-то В Москве средний класс Я могу об этом говорить Низшего класса То так не гуляют нигде Люди у которых нет денег Они не гуляют Они собирают там максимум В Макдональдсе Всех покормили Разбежали все обратно Себе по Маленьким квартиркам По Нью-Йорку Да Не гуляют так Не берут кредиты Блять люди В других странах Для того чтобы Подгулять свадьбу Блять на 300 человек Это вот Для СНГ Для вот этого Постсоветского пространства Для нашей души Для нашего Вот этого человека Это нужно Потому что без праздника Никак Да Даже во время Тяжелое Даже во время Войны Смотри А ты никогда не думал Чем бы ты занимался Если бы не ведение Не музыка Ну вот другая какая-то деятельность Да Всегда Я понял Что я предаю себя Четыре года назад И вернулся В еще одну сферу Помимо квиза Хуиза Помимо Ведения мероприятий Группы У меня есть четвертый проект Я делаю туры на Алтай И это как раз дань тому К чему я шел С самого детства Там Условно Мне всегда это нравилось Путешествовать Я много где был Уже К своим там Тридцати Четырем годам Я Уже В университете Всю Среднюю Азию Объехал Юго-Восточную Азию Все объехал В Монголии В Афганистане Был Ты там как местный Да Я везде кстати Есть прикол Что я везде мимикрирую И четыре года назад Я начал возить туры на Алтай В этом году У меня была попытка Сделать тур на Байкал Пока еще не успешная Но В принципе Я понимаю Там правила игры А ты это делаешь сам Или ты Под каждый свой проект Набираешь какую-то команду Нет Это я делаю сам Это индивидуальные туры Это я должен сам вести Если у меня не получается По датам Ведет мой отец Или мой брат Вообще Я стараюсь сам вести Быть Ну как бы Лидером Рассказывать все За мной идут Я сам придумал Это как вот Ведение мероприятия Да Где ты сам придумал его Полностью там Это как вот Церемонию вести Как ты его ведешь Церемонию Да Только Только на неделю Представляешь Ты придумал Что мы вот сюда заедем И обязательно поедим Вот у этой тети Вот такие вот манты Мы поедим Потому что Вот только у нее Самые пиздатные манты Она лучше всех их делает С соленым чаем Вот А есть такой прикол Что на Алтайе пьют соленый чай Тут недавно думал Кем я хочу стать Когда вырасту Это нормально Мы с тобой Практически ровесники И я в какой-то момент Я тоже пробовал Там разные бизнесы Которые с треском провалились И там Последние вложения В крипту Это был Полный Пиздец Но я тут задумался Над тем Что мне нравится Всегда Когда я готовлюсь К каким-то мероприятием Мне реально интересно Искренне интересно Узнавать истории людей И самое главное Я копаюсь там Настолько глубоко Опять же Из своего личного интереса Я узнаю Не только про хорошие моменты Я всегда узнаю Про кризисные моменты Такой А как вы выходите Там из таких-то Таких-то ситуаций А почему там они И мне это даёт Потом в итоге Такую объёмную Очень картинку И про людей И про их отношения И поэтому Получаются Там какие-то моменты На мероприятиях Которые я веду Чуть глубже Чем у масс-маркета Вот На немножечко Но глубже Соответственно Я тут подумал А чего бы мне Не пойти И не стать психологом Вот Но У меня Появляется Жуткий страх Того Что Ага Вёл значит Володя Тамадуля Вёл свадьбы И тут вдруг Заделался в психологе Тем более Я Сразу же скажу Сорян всем Но я не фанат Высшего образования Потому что Это полная хуйня Если ты не врач Я за Узконаправленные курсы Пусть они будут Дорогущие Но с крутыми специалистами Где ты пришёл Тебе дают без воды Только то что нужно Вот И Вопрос есть у меня Ещё к тебе такой Ты когда начинаешь Какую-то новую деятельность Нет ли у тебя Страха Что Ну вот С чего это я вдруг Буду делать Потому что Вот у меня есть такое Я понял Такую штуку Что Это всё-таки Путь Как начинался Наш подкаст Так и продолжаем Путь И Он не заканчивается Ты где-то остановился На привале Я же не просто так Начал Делать туры Я же Этому учился Всегда Я же не просто так Начал вести мероприятия Я же выходил на сцену С КВН Я же Мне нравилось Я почувствовал эту сцену Я же не просто Начал заниматься Квизом-хуизом Так я же занимался Организацией ещё И когда В КВН играли Помогал там Эти продюсерские Все штуки Применять У каждого Вообще Импульса Который у тебя Появляется в голове Какой-то путь Должен быть Причина-следственная связь Почему ты этого захотел Почему тебе нравится Значит ещё раньше Тебе где-то это нравилось Значит Откуда ты это всё Взял Заранее Это как-то Предопределено Потому что Штуки за которые ты хватаешься И ты к ним вообще не относишься Как вот с чаем Например мы делали Ну блять Никогда я не занимался Бизнесом Никогда я не занимался Стритфудом Да И всё конечно По пизде пошло И Когда у тебя есть Откуда этим ногам расти Да Эта жопа С которой эти ноги растут То Этот проект побежит Насчёт шмоток Давай топ-3 Российских бренда Либо дизайнера Где вот можно купить шмотки Потому что Мы сейчас находимся в Москве И я бы после подкаста С удовольствием Проехался по магазинам Ну во-первых Я тебе уже говорил Это Бэд Нортон Обязательно сходить на Бэд Нортон К ребятам Посмотреть Потому что у них бывает Очень прикольная коллекция Бывает Полная конечно Шляпа Вот Но в целом они молодцы Вот хорошие ребята Фабле Это тоже российские Да Это наши ребята У меня пуховик от них От них У меня пиджак Прикольные ребятки Так Ну и кого бы ещё назвать Это что-то ещё и Приятно человеку сделать Подхалим вообще Ладно Не знаю Ни кому не буду говорить Хороших Хороших слов Короче Ну Сходи В гараж Это гала Я вёл в этом году У неё День рождения Она Чем занимается Есть байеры Которые приводят новые шмотки А есть люди Которые скупают Тоже по Европе Но очень дорогой винтаж Ну Как очень дорогой винтаж Он Намного дешевле Чем бы он стоил Там например На полках магазина Вот есть гараж Здесь И там Есть крутые вещи Ну В основном для девочек Но для мальчиков Тоже кое-что есть Вот Это какие-то крутые брендовые вещи Которые можно взять За недорого Ну вот Наверное так Как ты вдохновляешься Ну то есть Есть же такое Что Может быть Тебя там вдохновляют книги Интересно понять Вообще просто Как работает Именно у тебя голова Да Я вдохновляюсь людьми Их поступками Их делами Их Кому я могу Респектнуть Кого-то что-то Подсмотреть Взять Применить Вот я всегда Вдохновляюсь Людьми У меня невероятно Вдохновляют Сейчас мои ребята Там Это вот Там Хожаев Ромка Там Тим Кенженем Там Эмиль Сафаров Очень Толковый Толковый И грамотный Чувак Стас Белов Мне очень нравится Круг общения Которые у меня сейчас В Москве Люди Которые на расстоянии От меня То есть У меня Всегда идет Подпитка От них Я смотрю на новые Песни Димы Сидорова И это тоже Меня вдохновляет Спустя там Восемь лет Заниматься По-прежнему Как в старые добрые времена Группой Мне нравится Заниматься Продвижением Вложиться там В клип Вместе с ребятами На равных условиях Чтобы потом Из этого получился Еще какой-то Более крутой продукт Короче Я вдохновляюсь Людьми И поступками Из последних Прямо Из больших книг Я сейчас Читал Шантарам Перечитывал Точнее Вторую часть Хуйня полная Вторая часть Тени горы Первая часть Хорошая Вторую часть Я начал читать Вообще Зарылся В первых Стах страниц Даже не стал Дальше читать Сейчас посмотрел Первую серию Сериала Шантарам Ну что-то Тоже не впечатлен Пока что Есть конечно Фэлэшбэки Такие к первой книге Прикольно Но вот Сейчас мы Пытаемся Литературный клуб Тоже с ребятами Которые я выше упомянул Сделать здесь в Москве Прочитать книгу Собраться Просто попиздеть Не выпить там Не побухать там Не потрещать просто Такой же идет проект Уже на ютубе Как года два Не Никаких проектов Никаких проектов Ничего не снимается Просто мы сядем Вот так же без микрофонов Только за столом И обсудим книгу Вот мы к этому Стриму сейчас мы читаем Доктора Живаго Пиздец нахуй Она вроде тоненькая Но такая Мрачная темная книга И ее читаешь И понимаешь Не так-то мой хуй Я его сейчас живем Ребят Там-то вообще жесть Какая-то вообще была Ты мечтал Марк Зуза Книжный вор Нет Там просто Первые страницы 60 Идет рассказ От непонятного лица Про какую-то Девочку А потом выясняется Что это идет Автор Это смерть И ты такой Ёб твою мать Как это подгружает Там про девчонку Во время войны Как раз С Германией Ну а Доктор Живаго Тоже если хочешь Немножечко Вылить на себя Пиздеца Почитай Доктор Живаго Тяжелейшие судьбы Там Это про революцию И про всю эту хуйню И про все И все И про Старые устойки И новые Какие-то приколы Доктор Живаго Почитайте Например У меня есть Классная идея Ну на мой взгляд Я хочу ее сейчас Реализовывать Это Игры Короче Не настольные игры А вот Вместе с ребятами Из Квиза Хуиза Есть идея Сделать Типа Джек Гейм Знаешь такую штуку Не знаешь Ну ты приходишь домой К компании Вы садитесь Пятером Заказываете пиццу Пиво берете Садитесь напротив Экрана телевизора У тебя коннектится Телефон вместе с экраном Да Мы играли с Робом В такую Вот Вы с Робом играли Это как раз мне Роба показал Это Джек Джек Геймс по-моему Они называются Много кто понимает О чем мы говорим Но если нет Погуглите Интересная штука Вот Сейчас у меня есть Четкое понимание Что вот такой продукт Может залететь Причем может залететь На масс-маркет И у меня есть Три идеи Что это может быть Короче Какой-то Проект Который будет Популяризировать Квиз-хуиз Но уже не Квиз-хуиз А именно Головы людей Которые пишут Квиз-хуиз И так же с группой Философия песен И вообще Путь Вообще группы До чего-то Глобального Доведет Ну Не знаю В случае Квиз-хуиз Популяризация Прикольного Формата Нестандартного Игр С друзьями Или большими Компаниями В случае Дископровокации Популяризация Мыслей Философии Какой-то Которая группа Несет Любви Любви Танцев И вечной молодости Условно Понимаешь Сделать это Еще глобальнее И масштабнее Вот так вот Наверное Я долго Расплывчато отвечал Но сделать Сделать Да Сделать эти штуки Более Короче Более Короче Все проекты Которые сейчас У меня есть Должны оставить Какой-то след После себя И это будет След не негативный А след Который сделает Нас чуть-чуть Всех получше Вот наверное В глобальном смысле Вот так Путь 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 Володи Путь Данила Эта тема Не догнила Это только начало Ты где-то в начале И то что раньше Качала То ты за это Отвечаешь Сегодня и сейчас Для меня Выпал огромный шанс Просто рассказать О том Что в голове Копилось И она Вашу милость Вау Это было мощно Это было мощно Круто Это было С похмелья Это было Без завтрака Это был Подкаст Путь Это Вова Это Даня Ходите к нему на подкаст Освежает Спасибо Спасибо тебе Спасибо за субтитры DimaTorzok